Значит, сам председатель будет сегодня судить. Интересно. У меня нет фамилии и отчества. Я мужчина в живом семье Сергея. Я могу подтвердить это вот этим документом. У меня ее нет. Мне мать перерождение дала только ее. То, кого вы ищете, фикцию гражданина, его здесь нет. Я понимаю. Я вам говорю, кто я. Я мужчина. С именем Сергеем. Мы не будем это считать лично с вас в руках. А я мужчина. Я не лично. Я мужчина Сергеем. Вам поговорить о том. Нет, я вам говорю, кто я. У меня ощущение такое, что он может просто пообщаться. Мужчина, находящийся в статусе человека, имеет право на самоопределение. Я вам определился. Я мужчина, с именем Сергеем. Мужчина по имени Сергей. Пусть будет мужчина по имени Сергей для вас. Для дела вы поликат. Вы задолжаетесь. Я никогда не был поликат. Нет, непонятно. Я не понимаю, кому вы это разъясняете. Вы это разъясняете мужчине с именем Сергеем? Да. Да? Да. Ну, извините, мужчина не находится в торговом праве, в котором права вы ему объясняете. Ничего. Ничего. Мужчина Сергея находится в естественном праве. У меня такое ощущение, что вам бы экспертизу провести. Зачем мне провести экспертизу? У меня вот есть один закон в Библии. Понимаете? Да он ради Бога. И только Бог может судить меня. Да он ради Бога. Да вы сейчас, понимаете, вы сейчас находитесь в мире русском. Я нахожусь сейчас. Вы стоят своих законов. Я нахожусь сейчас среди людей, которые находятся за коном и живут по этому закону. Я нахожусь в коне. Оглашается протокол. Присаживайтесь, я вас помню. Я постою, благодарю вас. Хорошо, вы, кстати. 20 февраля 2021 года в 17.10 граждан Барикасов, находясь в гаражном масте, расположен на пути к жилому дому по адресу Новосковской области, Апатит и улица Победа 31, оказал неповереннее явление законным требованиям сотрудника полиции, с соприказным исполнением служебных обязанностей, а именно отказался представить документы, достоверяющие личность, представить документы на транспортное средство и право управления транспортным средством. Присутствует у них отказался представить автомобиль для досмотра и препятствовал проведению досмотра автомобильного средства. То есть совершил обеспечение правонарушения. Приснуть часть людей на статье 19.3.3. У вас в Российской Федерации. Что можете на это сказать? Я могу сказать, что они, видно, искали какую-то персону, которую не задержали. Потому что ко мне это не имеет никакого отношения. Вопросов нет. Ну, дело имело, вместо быть, о том, что я сейчас хочу. Я вам еще раз говорю. Вы к кому обращаетесь? Я сейчас с вами разговариваю. С кем? Назовите, с кем. Я не могу назвать, но вы мне тут стоите. Я не знаю, кто вы. Сергей Боимович. Да, кстати. Дело рассматривается для его почти теперь макару. Я так понимаю, из ваших вопросов, что главный здесь секретарь, а вы при нем. Вы на чем сейчас? Я не могу. Я не могу. То, что вы сказали. Вы пообщаться хотите? У меня желания совершенно нет с вами общаться. Потому что я понимаю, что это бесполезно. Я никому не нужен. Ну, тогда вы должны поверить мне на слово, если я должен вам на слово поверить. Что сказал, что он не верит. Вы должны поверить на слово, что я мужчина Сергей. И ко мне это не имеет никакого отношения. Там написано про персону, которой здесь нет. Что вы скажете по поводу со своими протоколами? Протокол составлялся на персону. Поэтому мужчина Сергеева не подписывался. Не подписывал его, потому что он был составлен не на него. У меня есть видеозаписи, подтверждающие это. Что они составляли его, вопреки тому. Они не задержали персону. Они задержали мужчину Сергея. А почему-то протокол составил на персону. Как он мог оказать неповиновение, если его не задержали? Привезли сюда мужчину. Где они нашли гражданину? Хорошую ополочку включать. Да вы все понимаете, я знаю. И вы все понимаете. Мы оба понимаем. Вам прикол по приколу вот эту вот фигню пропихивать. Вы пропихиваете там, кто ее, так мои молодежи говорит, хавает. Там вы пропихиваете. Сколу, я вам говорю, кто есть перед вами. Я сейчас дело рассмотрю. Да ради Бога. Бог вам судья будет. Естественно. И свидетель Бога в том, что здесь происходит. Конечно. Конечно, поверь в Ваше будущее. И ни за что не стыдно совершенно. Конечно, я понимаю. А вам должно быть стыдно. За что? За то, что я говорю, что я мужчина. Сергей. Нахожусь в правовом саду с человека. Да ради Бога. За это мне стыдно. Вы сами придумываете себе чего угодно. Это вы что-то придумали. Я не придумываю. Давайте по существу. Я и говорю, что это не про меня все там написано. То есть все, что написано, такого не было? Я мужчина с именем. Со мной не было. Я мужчина с именем Сергея. Это все было с персоной. Там же написано, что они с персоной все это делают. А не со мной. Так, мы, наверное, дело также имеются у нас тут. Кто-то у вас тут штраф имеется. Вы это оплачиваете? Нет? Я не оплачиваю ничего. Это у персоны. Вы опять их за мной обращаетесь. Штраф, значит, не для вам, да? Это не для человека, не для мужчины. Что с вами сделали? Как вы считаете? Вы к кому обращаетесь? Я сейчас с вами разговариваю. Назовите к кому? Как вы можете забрать эту фельдинограмму? Ну, это не Фельдинограмму. Это поиск секретаря в несет в протокол документ, который я показал вам. Да. Есть документы, в общем, что вы не делаете. А то, что вы там сами изобретаете, это ваше. Это изобрел не я. Это изобрели ваши структуры. Так что... Даже апостелированный. Я так думаю, что с вами у нас разговор не получится. Ну, потому что вы не с тем разговариваете. Вы обращаетесь к фикции, к гражданину. С кем... И хотите меня привязать к нему? Сергей, я думаю, что ему стоит немножко посидеть, подумать, наедине с собой. Правильно? Ну, если вы имеете на это право судить человека, Сергея, то давайте попробуем. Он с 20-го, да, задержан? Да. А? С 20-го? Ну, личность широко известная. Ну, я рад. По имени Сергей. Что я не знаю? Ну, тогда подумайте, наверное. Думаю, все так все нормально для размышления. Ну, если вы считаете, что вы правы и можете наказывать мужчину с именем Сергея, просите решение. Прием полиции. Дальше. Дальше. Гражданина не было там, понимаете? Там не было гражданина. Они даже не увидели, кто перед ними. Иначе не заламывали. Это уже как и человека, мужчину. Я вам сказал, кто... Ну, по-моему, уже я тоже не вижу. Получается, что вы видите, но почему-то вы ищете другого, которого здесь нет. Я. Которого нет? Да. Мы будем. Вот его и задерживаете тогда, которого... А вы наказали 7 суток? Алиса. Ну, я хочу увидеть решение. И так будет написано, что мужчина Сергея задержит? Будет написано так, как положено. Так, как положено. А там можно писать и обжаловать данные постановые. И мне тогда, пожалуйста, протокол. Вот. И девушка, я надеюсь, вы все правильно там писали, что я говорил в этом протоколе. Девушка, напиши все, что он сделал. Не то, что нужно, а то, что было. Я думаю, по чести и по совести. Если она есть у вас. У вас нет, правда, нет. Ну, это вот сомнение, у кого она есть. Ну, напишись. Вот этот документ, заверенный Мини-Муссу. Вот, Московский, там, опять-таки, Апостоль стоит. Он действует за руку уже. Я могу по нему спокойно передвигаться даже за грани. А зачем она мне? Ее уж вы носят, я не ношу маску. Позвольте, вам пригодится. Молодец, формистоварищ. А вы заметили, что председатель тоже был без маски? А почему вы пригласили маску? Боитесь? Страх управляет. Девушка, вы написали то, что я говорил? Я надеюсь. Я в своем работе выполняю так выполнение. Я благодарю вас, если вы так выполняете. Если не по-другому. Я сейчас нахожусь в здании суда. Принято решение... Принято решение физическое лицо задержать еще административному аресту, подвергнуть на 7 суток. Вот. Соответственно, решение вынесено физическому лицу ФИО. Но в суде его не было. В суде был только мужчина с именем Сергей. Вот. Судья не смог мужчину с именем Сергей загнать под фикцию. Но для фикции, то есть для ФИО, он вынес свое решение. И хотят задержать по ходу самого мужчину. И поместить в ИВС на 7 суток еще. И поместить мужчину еще в ИВС на 7 суток. Здесь присутствуют еще сотрудники линейного отдела полиции. Вот. Которые находятся здесь. Я не собираюсь никуда передвигаться. Вот. Я не буду управлять своим телом. Потому что у меня нет воли. Я ее не выражаю свою волю. Следовать туда, куда хотят меня принудить следовать эти сотрудники. Я нахожусь сейчас в данной суда, где произвел суд, председатель суда, именуемый себя председатель суда, который именует себя Иванов Дмитрий Александрович. Он вынес решение против персоны, хотя персоны на суде не было. На суде был только человек, мужчина, живой, с именем Сергей. Что было подтверждено документами, было подтверждено судебно-медицинским исследованием, заверена нотариально копия была и апостелировано в Минюсте Московской области. Поэтому сейчас, если они будут меня выносить отсюда, потому что добровольно сам я не пойду, то вы вправе делать то, что вы считаете нужным каждому. Вы видите, да, какой может осуществиться сейчас беспредел? Ну и так, ждем, что будет дальше. Добрый день, добрый день. Вы кто? Можно посмотреть ваш документ? Документ? Да. Давайте посмотрим. Посмотрим его по-настоящему. Настоящий он у вас или нет? мы сейчас мы определим давайте да нет нет это совершенно нет сейчас мы посмотрим килограмму вашу смотри плохо видно вытащите вас замутненная эта штука номер на голограмме у вас не соответствует номеру удостоверения опускает по вашему ваше удостоверение это ваш ваш личный номер до 0167 81 нет соответствует единственно что у вас дать у вас не указано кто подписал его то есть стоит какая-то закорючка без расшифровки подписи то есть кто выдал мы не знаем это удостоверение ваше вот хорошо дать я прочитаю кто вы соколов александр сергеевич лейтенант полиции знак номер 2 017 17 можете убрать вот значит хотелось бы еще увидеть ваш паспорт потому что ваше удостоверение личности не является подтверждением вашей личности вы я должен увидеть что у вас в паспорте написано то же самое что написано в удостоверении вы обязаны подтвердить свою личность вам необходимо проследовать снайс пожирный автомобиль для выставления прочитайте кому там нужно проследовать почти прочитайте вы видите где-нибудь гражданина поликарпа вот я вам могу показать кто я прочитайте вот этот документ и тут есть фотография в полный рост кто здесь сидит перед вами сейчас пожалуйста он заверен министерством юстиции этот документ мужчина с именем правильно мужчина с именем сергей но покажите мне здесь хоть один документ который бы указывал на то что я гражданин да добровольном порядке проследовать служебные автомобили у меня нет я говорю в добровольном вот я вам сейчас сайте проследовать служебные автомобили я вам говорю следующее у меня нет воли своей куда-либо с вами следовать потому что это решение суда не в отношении меня это решение суда в отношении персоны вот можно попросить вас как-нибудь телефон сейчас убрать потому что вы можете причинить вред кому испортить свой мобильный телефон испортим мобильный телефон значит я вот вам говорю следующее что я не сопротивляюсь вы можете с моим телом брать его нести машину потом выносить то там нести его мое тело туда в изолятор я своей воли не проявляю потому что я не собираюсь быть какой-то персоной персона это паспорт вот вы его берите туда найдите его сначала его персона здесь нет понимаете вы на каком основании решили что я персона я вам понял хорошо все несите меня если я вот это все возьму сюда вы нет я не буду вставать вы меня не сидеть и понесет давайте вести или на набрали а Субтитры сделал DimaTorzok